ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА За год Молдова опустилась на две позиции в мировом рейтинге развития демократии. Его составляет британское издание Economist Intelligence Unit. Наша страна выбыла из группы несовершенных демократий, оказавшись среди стран с гибридным режимом. Вместе с Молдовой там расположились Замбия, Боливия, Кения, Нигерия, Киргизия, Украина. И еще 28 стран. Причем всех объединяют одно – режим, сочетающий демократические институты и авторитаризм власти. Худшие результаты для Молдовы отмечены в категориях деятельность правительства и политическая культура. Самое интересное, что падение в рейтинге продолжается не первый год. В 2016-м также отмечали существенное снижение показателей. Так что же происходит с нами? Почему страна, провозгласившая курс на Европу, где власть бесконечно твердит о европейских ценностях, с каждым годом скатывается все ниже и ниже в рейтингах демократических этих ценностей? Разбираться с этим будем в ближайший час. Ведь вы смотрите «Полюс». Часть первая. Политика. Я, как обычно, с большим удовольствием представляю своих гостей, тех, кто сегодня добрался до «Полюса». Валерий Уриницы, политический комментатор. Добрый вечер. Добрый вечер. Политолог Анатол Церану. Здравствуйте. Добрый вечер. Политолог Эрнест Варданян. И вам здравствуйте. Добрый вечер. И политолог, политический комментатор Сергей Миш. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Хочу вам зачитать в начале эфира одну цитату, один комментарий. Вот смотрите, что думает по этому поводу небезызвестный политолог Игорь Бацан. Он сказал так, гибридный режим у нас это смесь коня и осла. Это некое уродливое подобие мула, неспособное развиваться и давать потомство. А вот вы как охарактеризуете тот самый гибридный режим? Эрнест. Вы больше всех улыбались, поэтому вам первое слово. Спасибо. Господин Бацан, я думаю, что знает, может быть, даже лучше, чем мы все в этой студии вместе взятые, потому что, я говорю это не в упреке, ему абсолютно просто, как констатация, что он практически все эти годы с 2009 года был очень близок с разными представителями молдавской власти в той или иной модификации. Поэтому он прекрасно знает обо всех особенностях, мягко говоря, внутренней кухни молдавской политики. И кому как не ему знать, что это именно тот самый мул, который в итоге и потом создать не может. Нет. То есть ничего после себя оставить не можно. К сожалению, это очень такая, конечно, метафорическая, но очень правильная констатация наших проблем. Да, действительно, Молдова и так, будучи недемократическим, как там было написано, не совсем демократический режим, стала уже гибридным режимом. Это ожидаемое, довольно грамотное, ну и для тех, кому оно предназначено, должно быть определенным сигналом о том, что не все хорошо так, как нам представляет провластная пресса. Если уже даже такие влиятельные британские эксперты констатируют такие печальные для нас вещи, то, значит, так оно и есть. Ну, мы-то изнутри страны знаем, что это действительно так. Но когда аналогичные вещи говорят за рубежом, и, в общем-то, в стране, в Великобритании, где не очень-то активно интересуются Молдовы, но эксперт, тем не менее, смотрит. Так вот, такая постановка вопроса, такая формировка, конечно, как вам сказать, в хорошем смысле нас радует, но не потому, что нам хорошо, а потому, что мы, ну, я не гугл за других, конечно, я, допустим, признателен этим экспертам за то, что они громко озвучили то, что мы говорим уже многие годы, что молдавские демократические институты деградируют уже не первый год подряд, уже скоро 10 лет будет. — Благодарю вас. Господин Саранов, что означает для вас гибридный режим? Это что? — Ну, первое, что нужно сказать, это то, что международное рейтинговое агентство нас опустило. Это реальность. Это говорит о том, что у нас не все в порядке с демократией, и что политический класс, который в первую очередь ответственен за положение дела в этой области, имеет очень серьезные рестанции. То есть, вот, начали взрывать. — До должности. — До должности, да. Спасибо. Я, кстати, господин Бацан меня ввел в зоологию. Я как-то не знал, мол, они не воспроизводятся. Но я не думаю, что это самое удачное сравнение. — Тогда предложите свое господин Сараново. — Потому что наш олигархический режим воспроизводится. И у нас есть все шансы, что даже там, если изменятся какие-то фигуранты, он будет по-прежнему воспроизводиться. Если мы внимательно смотримся в политическую историю Молдовы, начиная с 2000-х годов, то мы увидим, что эти самые гибридные олигархические режимы постоянно распроизводились. К сожалению, они обладают этой способностью. Ну и еще один, пожалуй, еще одно замечание, чтобы быть очень кратким. Есть две большие проблемы, с которыми Молдова сталкивается, начиная с 2015-го, 2014-го года. Это кража миллиарда, и более такая новая проблема — это изменение электральной системы. — Избирательной системы, вы еще не будете про это говорить. — Да. И именно эти две вещи сделали нас очень, так сказать, знаменитыми и известными в мире. И тогда, когда о нас говорят, чаще всего ссылаются на эти две вещи. Но, к сожалению, изменение избирательной системы произошло с участием самых различных политических сил. То, что дает мне основание полагать, что этот самый олигархический режим, которого должна обслуживать эта новая избирательная система, они вполне могут мимикрировать и воспроизводиться в каких-то новых обличиях, не меняя сущности. — Ну, могу только от себя добавить, что за украденный миллиард мы расплатились, я имею в виду репутацию еще в прошлом году, потому что в 2016-м году это было 6 пунктов, мы сразу упали. Простите, в 2017-м, когда было сделано исследование, то есть мы расплатились за это. А то, что касается выборной системы, то здесь как раз наоборот. Вот у британцев здесь у нас как бы хорошие показатели. Но мы, я думаю, еще об этом поговорим. Господин Мишин, вы что считаете? — Ну, я считаю, что вот это как раз было предсказуемо, то, что англичане вынесли на обзор людей, потому что в первую очередь, я считаю, что повлияло на падение это то, что Молдова перестала быть правовым государством. Для любого политика, для любых европейских институтов, для любых экспертов это первый сигнал, что демократия отсутствует в данном государстве. То есть то, что происходит на протяжении последних полугода, нарушение всех законов, в том числе и Конституции, причем с использованием разных институтов власти и Конституционного суда в том числе, ну, не остается безнаказанным. И, соответственно, все эксперты, все европейское сообщество и мировое сообщество это видит, это обсуждает. И это поднимается в вопросы и в парламентской ассамблее, Европейского союза, и даже те же законы, которые принимает наше парламентское большинство сегодня, по ним ПАСЭ принимает резолюцию, вот даже последняя резолюция по поводу защиты нацменьшинств. А при этом, если вы заметили, они обратили внимание на то, что одним из виновников является правительство. Это немаловажный факт, который указали сегодня британцы, потому что даже будучи недавно господин Филипп, в качестве премьер-министра на одном из телеканалов, заявляет, что мы живем в полностью правовом государстве. Так извините, о каком правовом государстве мы можем говорить, если 70% правительства сегодняшнего назначено антиправовым методом? Если принимаются законы антиконституционными методами, если Конституционный суд выносит политические решения, ну неужели они думают, что в Евросоюзе сидят не эксперты, а какие-то дураки, не видят, что делается сегодня в стране, и до чего доводит это демократия? Я вообще, ну не знаю, скорее всего здесь английские эксперты решили смягчить немножко и назвать как бы это гибридной демократией, чтобы не назвать именно по сути, как называется демократия в нашей стране сегодня. Ну я скажу так, что вообще со словом демократия в негативном оттенке я бы не стала вот так вот торопиться, да, и так... Я говорю, они смягчили, просто они как бы сделали первый позыв, да, первый звоночек, назвав, типа у вас сегодня гибридная демократия, которая связана с авторитаризмом, с тоталитаризмом, да, то есть применяют такие методы. Но на самом деле они просто пока не хотят впрямую указывать наши власти, думая, что может они одумаются, может они что-то сделают другое. Господин Реница, и потом я хочу, чтобы мы подумали с вами, что такое демократическое государство вообще, что это такое, потому что мы-то сейчас так говорим, а у каждого из нас может быть свое определение. Господин Реница. Можно я отвечу на цитату Бацана цитатой? Это цитата, может быть, не такого известного, как Игорь Бацан, гражданин Британии, но тем не менее талантливого, драматурга Бернанд Шоу, который сказал, что демократия – это такой воздушный шар, на который, когда все смотрят вверх, остальные шарят по карманам. Значит, с какой стороны посмотреть? Экономист, значит, опустил нас в рейтинге. В то же время сегодня же Уолстеджернл поднял нас на 5 пунктов в рейтинге экономических свобод. И из 180 стран мы стали 105-й. А, как известно, без экономических свобод не бывает политических. Так что с какой стороны посмотреть? Если посмотреть на Молдову со стороны России, которая там обозначена автократической страной, авторитарной, то мы живем хуже России, хотя там авторитарная страна. Если посмотреть со стороны королевы Англии, то Австралия и Канада не являются свободными странами, а колониями, потому что там назначается ею генерал-губернатор. Поэтому мы должны быть очень и очень, так сказать, осторожны. С оценками, потому что, в принципе, важно, что сказал этот журнал. Но очень важно, как мы сами себя оценим. А вот, вы знаете, я вас поддержу, потому что нужно правильно разобраться. Вот демократическая страна. Что это такое? О какой стране мы можем говорить, что она демократическая? Вот у меня есть два политолога. Я предложу свою версию, вы предлагаете свои. Значит, есть такая общепринятая формулировка. Это такая страна, где перед законом все равны. Бедные, богатые, власть имущие. Вот абсолютно все. Вот эта формулировка мне, например, нравится. И если исходить из этого, то все остальные рейтинги экономической свободы, они, конечно, важны. Но давайте с точки зрения демократии на это смотрим. Господа, вы согласны с такой формулировкой? В принципе, да. В принципе, да. Да, потому что демократия — это власть народа, это значит участие народа в принятии, так сказать, решений. Да. Политических, государственных решений. Опять-таки, со временем от прямой демократии Афинской пришли к опоследованной демократии, и решения принимаются посредством людей, которых мы избираем. То есть это какая-то опоследованная демократия, или проявление демократии через опоследованный механизм. Но как бы там ни было, вы совершенно правы, настоящая демократия — это в первую очередь правовое государство. Это правовые институты, которые функционируют безукоризненно, и нет никакой разницы между, так сказать, тем, кто занимает самое ведущее место в политической иерархии, тем, кто... и по своим гражданинам. Ну, с этой точки зрения, Молдова, конечно же, не пример для подражания. Не пример для подражания. Вы знаете, я, так сказать, критик президента Дадона, и я приведу пример, исходя из этого. Ну, конечно, да. Мы бы удивились, да, конечно. Президент Дадон вопивящим образом нарушает законы, и этим самым подойдет примеры всему остальному обществу. Тогда, когда он отказывается второй раз промальгировать закон или соответствующее решение, что ему предписывается Конституция, ну, в этот момент все рушится. Главные чиновники государства, первые чиновники государства, которые обязаны выполнять законы, их не выполняют. А уже после этого можно, так сказать, все остальное рассматривать. Мы говорили об этом в эфирах. В принципе, когда были юристы, вот они сказали на это возражение одну фразу, можно с ней, наверное, не соглашаться, но они сказали так. Дадон, когда не подписал второй раз указ, он ожидал, он был в рамках правового поля, он просто ожидал, что ему объявят импичмент. Его должны были за это наказать. В принципе, на это, как мы понимаем, власть не пошла по известным причинам. Нет, она пошла, она пошла, она его лишила полномочий. А должна была импичмент. На один раз. На один раз. Ладно, на один раз понарошку, а второй раз понарошку. Нет, второй раз Конституционный суд дался, кстати, я совсем не согласен с этим решением. Господин Саран, можно я уточнение? Нет, я с юридической точки зрения, вы сказали, что господин Дадон нарушил законодательство, не промульгировав закон. Я беру только этот момент. Значит, если мы вспомним историю и посмотрим по срокам. У господина Дадона истекала второй раз промульгация 10 января. Он обратился в Конституционный суд для того, чтобы Конституционный суд вынес вердикт к конституционности данного закона. Однако Конституционный суд 5 января, я сейчас прошу в даты, хорошо вдуматься, 5 января, выносит решение о том, что он не промульгирует второй раз закон, нарушает закон и отстраняет его. Извините, у него было еще целых 5 дней. О каком вы сейчас говорите правовом действии, о каком вы говорите нарушении господином президентом законодательства, если у него было целых 5 дней? Кто в этом случае нарушил закон и кто вынес определенное решение? Понимаете, когда политологи начинают говорить о том, что вот он закончен. Я вам предоставлю слово следующему. Понимаете, когда политологи начинают говорить, что исходя из того, что обратилась депутат парламента от демократов, который, кстати, тоже не имел права обращаться в Конституционный суд об отстранении, потому что в Кодексе Конституционной юрисдикции четко записано только парламент в своих заседаниях. Это юридические нормы. Господин Мишин, я понимаю, я отвечу очень коротко. Да, пожалуйста. Там сидят огромное количество людей, которые во всех этих юридических тонкостях не разбираются. Вы вводите их в заблуждение, говорят, что он нарушил закон. Господин Мишин, он нарушил грубейшим образом закон. Тогда, когда сказал, когда заявил, что я не буду промульгировать законы и решения, с которыми я не согласен. Все. Это политическое заявление. Секунду. Это политическое заявление. Конечно же политическое. Можно я скажу, что правильный депутат. Да, это политическое. Но он нарушил закон, не промульгировал. Давайте правильно цитировать президента. Он не промульгировал. Когда? Если он должен был промульгировать 10-го, почему никто не дождался 10-го числа? Я так и знала, что мы в конечном итоге будем это обсуждать. Я только хочу добавить, что не было слова «я буду нарушать законы». Он сказал, что я не буду промульгировать это решение. Нет, нет, нет. Не пустите людей в заблуждении, нас смотрят люди. Давайте о демократии. Мне вот как-то вот эта тема вот ближе к данной… Вы же говорите о правовом государстве. Да, мы говорим о правовом государстве. В правовом государстве это вообще невозможно. Его бы вообще, так сказать, в следующий раз никогда бы в нормальном демократическом государстве с традициями, с устоявшейся демократии после такого заявления. Я не буду промульгировать, потому что я с этим не согласен. Все, его больше никто никогда бы не избирал бы. Но, к сожалению, в нашем обществе это не так. Кстати, власть обязана была, в этом смысле совершенно правы, начать, или вы сказали, начать процедуру импичмента. Да, Додон провоцирует импичмент. Наверное, с политической точки зрения он прав, но он не имел права говорить о том, что я не буду промульгировать. Не имел. Потому что он таким образом говорил гражданам, закон можно нарушать. Нет, он так не говорил. Давайте к демократии вернемся. Я прошу вас. Я очень боюсь, мы можем часто говорить на эту тему, и мы не раскроем, собственно говоря, главную тему сегодняшнего программы. Вот смотрите, что меня волнует в этом во всем. Бернест, к вам вопрос. Вот падение, еще падение, еще падение с каждым годом. Ну, понятно, мы констатируем. Но самое-то интересное происходит, это почему страна наша с каждым годом все сильнее, все громче говорит о том, что мы-то движемся в сторону Европы. Евроинтеграция наша главная цель. И тут уже мы начинаем вспоминать про европейские свободы, про права человека, то, чем отличаются, собственно говоря, ценности, которые нам предлагают страны Западной Европы. Как могло случиться так, что страна, которая так борется за евроинтеграцию, с каждым годом у нее все меньше и меньше становится демократии? Эрнест. Знаете, Людмила, я так устал говорить банальности. Вы не представляете, писать и говорить банальности, но каждый раз вынужден. Ну, вы уж как-то так вот одолжение нам сделаете. Нет, я не вам одолжение делаю, даже не нашим чрезвизрителям. Просто действительно мы живем, ситуация в молдавской политике абсурдна тем, что все все прекрасно понимают, все лежит на поверхности, все как дважды два просто, но при этом приходится еще в 101 раз объяснять, почему так. Почему мы падаем? Потому что, а почему европейские лозунги? Потому что. Потому что европейские лозунги созданы, вернее, применены, применяются в Республике Молдовы для того, чтобы скрыть всю безнравственность происходящего в стране. И, кстати, если позволите, я воспользуюсь тем, что господин Цирану находится в студии. Для тех, кто не в курсе, я всегда цитирую господина Цирану и письменно, и устно ваши замечательные слова о том, что нас в Европу примут совсем на... Фраза была на румынском языке сказана. Кутуати пуркериле науастре. Совсем на нас возьмут Евросоюз в любом... Пуркериле это свинство. Свинство, да, свинство. Я должна была перевести. Продолжаем политическую зоологию. Абсолютно правильные слова. Абсолютно правильные. Со мной некоторые коллеги спорят, что вот, это не геополитика, это европейские ценности тоже потерявляют изменения. Неправда. Ценности на то и называются ценностями, что они практически не меняются на протяжении десятилетий или столетий. Вот как, не знаю, золото, алмазы и платин, это ценности, которые не меняются, допустим, ну, колебется цена, подумаешь. Они будут ценностями оставаться. Вот такие европейские ценности. Демократия, верховенство закона, соблюдение прав граждан, уважение к человеку. Человек это центр общества, центр государства. Государство обслуживает человека, а не человека обслуживает государство. Это европейские ценности. Да. Ну и где это, вы видите, в Молдове? Нет, я просто, вопрос-то был в том, что мы все больше и больше об этом говорим, и вот вы знаете, господин Камбур... Правильно, чем больше говорим, тем этого меньше. Да. Вернее, наоборот. Чем меньше этого, тем больше мы должны говорить, чтобы создать демокрую завесу. Принчи, пищи, валорь. Фраза, которая все эти годы... Которую я сказал. Не, не вы. К счастью. Я вас в этом не обвиняла, да. Я просто хочу, чтобы вы сейчас это прокомментировали. Ведь она же неспроста появилась, да, у нашего политического класса. Вы помните, был период, когда эту фразу вот прям цитировали. Она прям вот чем-то нарицательная. Не, ну мы говорили, да. Ну куда же, понимаете, вот мы, получается, двигались, двигались, двигались вот к этим самым принципам, к этим самым ценностям, а мы все ниже и ниже и ниже. Давайте я скажу, в чем я уверен. Я уверен в том, что мы не ниже. Есть какое-то продвижение. И я не буду судить по тем, что говорят наше гражданское общество или интеллектуалы. А то, что на самом деле происходит с народом. Ведь говорят и говорит обо всем. И говорит о том, куда мы движемся, падаем или возвышаемся, не говорит народ. Народ просто живет своим, так сказать, своей жизнью. И вы спросили, что такое демократия. Вот демократия это когда... Я спросила демократическое государство. Хорошо. Демократическое государство это тогда, когда самый простой народ понимает правила этой демократии. Самый простой народ. Поэтому я говорю, что если 10 лет назад в поселковых советах на заседаниях этих советов не приходил ни один человек, потому что боялись, вот сейчас они начали появляться, и ставить какие-то вопросы. Если раньше, 5 лет назад, 10 лет при Марии не вывешивали повестку дня поселковых советов на этих панноу, извините, да, то сейчас вывешивают. И каким-то образом они уже стали побаиваться вот этой общности. Потому что уже появляются в обществе некоторые люди, которые формируют, так сказать, некоторым образом мнение народа. И эти люди уже начинают как-то потихоньку, потихоньку пока давить на этот сельский совет. Почему я говорю, вот я говорю о низшем, там где это видно, потому что здесь на площади выходят люди, ораторы, и говорят о Европе, и говорят высокие слова. А мы смотрим, вот как потихоньку движется вообще-то это демократическое сознание. Поняла. Это не то, что просто. Но я вижу движение вперед, а не назад. То, что видят европейские эксперты, если честно, меня очень мало волнует. Потому что они придумали когда-то для нас философию, да, транзиция называлась, переход от социалистического общества к демократическому. И где эта философия, извините, где этот журнал «Транзиция» сейчас? Понимаю. Справедливо. Хорошо. Господин Церану. Вот смотрите, я слушаю сейчас господина Реница, и вот он говорит сейчас о примарах, говорит о том. А вот вспоминаю новость, три дня назад читаю, что на встрече, значит, с лидером демократической партии, примары честно признались в том, что они никогда не были так запуганы. Вот вам сейчас какая точка зрения ближе? То, что говорю я, цитируя, да, примаров, или то, о чем сейчас говорит Валерь? Запуганы кем? Запуганы властью за то, что они говорили о том, что как никогда нет такого огромного количества уголовных дел на каждого примара, да, для того, чтобы он, по их мнению, правильно вел себя в период предвыборной кампании. Я хочу господину Церану предоставить слово. Нет, ну, по всей видимости, если, так сказать, большое количество примаров это говорят, а многие из них это говорят, это правда, это реальность. Это такая же реальность, как была, например, во времена, так сказать, Воронина, когда, так сказать, мы жили с такими в государстве с авторитарными атрибутами. Ну, это было менее известно в 90-е годы, потому что там вообще какая-то какая-то неразбериха, лихие 90-е были, и там не вполне устоялись еще государственные институты, и политические режимы допускали определенные, так сказать, отхождения от той нормы, которая была введена уже в 2000-е годы. Надо забывать, что тот режим, который существует сегодня, он начал формулироваться и вбиваться, так сказать, начиная с 2001 года с приходом Воронина к власти. А то, что потом уже произошло, это уже расцвет того режима, который тогда устоялся, это первое. Ну, а что касается примаров, то, ну, по всей видимости, здесь необходимо сделать, в тот момент, когда я вдруг узнал, что после выборов местных в демократическую партию начитывала 300 примаров избранных, а сейчас начитывают более 600. При общем рейтинге партии в сколько процентов, да? Ну, да. Реально рейтинг 5-6 процентов. Реально рейтинг 5-6 процентов. Реально рейтинг 5-12 процентов. Ну, я поэтому мнение каждого спрашиваю, у нас опрос делал такое. Да, ну, тут в Оленс-Оленс закрадываются серьезные сомнения, насколько, так сказать, все это демократично происходило, потому что политический трассиизм, перебегание из одного лагеря в другой, ну, в демократии это возможно. Это возможно. Но в таких пропорциях и, так сказать, по всей видимости, нужны были какие-то очень серьезные... Главное, что в демократии это все-таки не за финансовые вознаграждения или за вот какие-то все-таки это разницы. Разумеется, разумеется. Я поэтому и говорю, что в демократических это возможно, но чаще всего это происходит из-за убеждений, из-за каких-то там, так сказать, политических разногласий. Здесь все совершенно по-русски. Кстати, начать свинства, я часто не помню этого выражения. Вы что, это надо выгравировать золотыми буквами, написать везде. Но вы или вырвались из контекста, или исказили смысл того, что я сказал. Потому что если бы нас приняли бы любым свинством, мы уже были бы там. Потому что насчет свинячества у нас тут более чем достаточно. Но это было буквально, по-моему, за месяц-два до парламентских выборов 2014 года, когда свинство стало еще хуже, видимо, уже решили нас все-таки не брать. Я не берусь здесь без арбитра. Это цитата не вырвана из контекста, наоборот, я всегда всем говорю, что вот именно в таком контексте господин Сарамон сказал. В общем-то, это правда, и ничего с тех пор не изменилось, только к худшему. А что касается темы, о которой мы сейчас говорим, о местной власти. Ну, мы просто как пример демократических образований. Согласно опросам, между прочим, местные органы власти, местные премьерии остаются в тройке самых, вернее, институтов, с самым высоким уровнем доверия в стране. Пока еще местная власть сохраняет доверие гражданам. Поэтому то, что говорит господин Реницын, в общем-то, тоже хороший показатель. Так это именно потому на примаров-то и влияет, что у них есть авторитет. Разве не так? Ну, тут, это палка о двух концах, понимаете. Вот то, что вы говорите насчет давления на примаров, пусть на меня никто не обижается, меня жалеть никого не собираюсь. Если пройтись по местным властям, даже далеко не будем уходить, пройдемся по Кишневским пригородам. Сколько там творится беззаконий на уровне премарии? Незаконное строительство, махинации с маршрутными, вот этим вот, с транспортом и так далее, тому подобное. Масса. Возьмите любую примарию. Вы не найдете там ни одного примара, который бы не был замешан в каких-то не очень чистых делах. И то, что на них давят, да, я понимаю, что это сама по себе процедура не демократическая. Потому что, если человек повинен, подозревается в преступлении, будьте добры, его вызовите в суд и вынесите приговор, а не держите их вот так вот. Это, конечно, не демократия. Но есть основа. Я всегда вот говорю, и опять же в эфире, и странным коллегам объясняю, феномен Плохотнюка заключается в том, что он покупатель человеческих пороков. Ну, невозможно взять примара города Икс и просто так его, значит, запугать. То есть там, возможно, так. Либо ты его покупаешь, а он человек честный, он уходит и не покупается, либо ты его запугиваешь, но запугиваешь на основании чего? Значит, какие-то делишки у него есть. Да на основании того, что примар может быть кристально чистым человеком, могу кто-то из членов его семьи, извините, что-то совершил. Тоже вариант, тоже вариант, совершенно верно. Но чаще всего большому, да, не будем все, конечно, обобщать, но, к сожалению, гораздо чаще случается именно то, о чем я говорю, когда данных товарищей ловят на действительно незаконных каких-то делах и говорят, выбирай, либо тюрьма, либо с нами. Про туи вспоминать не будем, и примар все знают. Не будем вспоминать. Если у вас есть реплика, пожалуйста, у меня есть следующий вопрос. Ну, начнем с того, давайте так. Демократия гниет за головой. И, ну, в нашей стране. То есть, как говорят, перебежчики, запугивания и так далее, все началось, как говорят, правильно сказали, что основа демократии это воля изъявления народа, да, то есть народная власть. Она делегирует свои полномочия депутатам, которые исполняют их. И вот, когда началась вот эта первая политическая проституция после 2014 года в парламенте, соответственно, все уже поняли, что на всех уровнях это возможно. Это в 2014-м все началось? После 2014-го. Ну, основная масса перебежчиков и всего началась после 2014-го года и распада. Пионером был ГУПУ в 2009-м году. Ну, там, давайте так, это немножко было другое. Даже не, даже Филат еще в свое время из партии Дьякова ушел. Да, абсолютно точно. Мы сейчас начнем вспоминать. Стоп, секунду. Что, что мы пойдем до 91-го года? Нет, 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 нет. Вы можете дойти, но они не уходили. Мы можем, но не уходили меня. Они создавали свои партии. Может, Ельцин первым нашелся коммунистической партии и все развалилось. Ну, первым вообще-то ушел Юда. Да. Да. То есть, спасибо, господинцы рано все с головы начинается. Господинцы рано поставили точку. Но они не перебегали в другую партию. И не создавали большинство той партии, которая набрала меньше всего мандатов. Вот это основное. Хорошо. Меня вот что сейчас волнует. Вот смотрите. У нас собираются записать в Конституцию курс на евроинтеграцию. Очень серьезно все обсуждают. Уже сроки определились. Скольбует летом. То есть, все в порядке. Вот мне интересно. Мне тут одно интересно. Вот с вашей точки зрения, вот то, что мы декларируем и наше стремление в Европу, когда вот они смотрят на то, что происходит у нас, да? Как наши шансы, господинцы рано, после вот этого? Они смотрят на этот рейтинг вообще? Как вы полагаете? Конечно, смотрят. И постоянно раздаются соответствующие авертисменты. То есть, нам говорят, ребят, смотрите, вы там перебарчиваете. Вот этого нельзя делать. Сколько раз нам, так сказать, представители Европейского Союза говорили, да разберитесь же на конец с этим своим миллиардом. Мы вам даем деньги, а вы оказываете рассуды их из потешка по карманам. А сколько раз нам говорили, а вы зачем вводите эту избирательную систему, если не существует демократического консенсуса в обществе? Вам же сказали, ну, если вы уж так настаиваете, давайте вводите на следующие выборы. Не на следующие, в смысле, а через одни выборы. Через цикл. Да, через один цикл избирательный. Никто не заподозрит вас, что вы изменяете избирательную систему для того, чтобы, так сказать, не по правилам перебежать своих соперников. И это справедливо. Поэтому было бы неправда сказать, что наши... Я бы согласилась, простите, что перебиваю. Я бы согласилась с тем, что вы сейчас говорите. Если бы я не посмотрела, понимаете как, у нас-то все время говорят, вот подадим заявку, вот господин Лянко, последняя его цитата. Мы подадим заявку на вступление в ЕС. Да, он это говорил в 17-м году, 5-го июля. Да, мы об этом говорим, но вы правы. Но при этом, когда нашу власть так легонечко, как вы говорите, отшлепали, они что делают? Они-то деньги дают, господин Церан. Кредиты дают. То есть знают, что у нас власть такая, видят рейтинг нашего правительства, видят рейтинг демократических свобод, видят все эти вещи, но продолжают в финансе. Людмила, представьте себе, что вы, так сказать, ответственные чиновники или политические деятели Европейского Союза. Что бы ни давали, Молдова находится на границе с Европейским Союзом. Европейский Союз интересован в том, чтобы на его границе было тихо и не существовало проблемных государств. Чтобы через эти границы не шли эти волны мигрантов, чтобы это была более-менее контролируемая ситуация. Чтобы здесь не было контрабанды, чтобы здесь не возникали какие-то конфликты и прочее. Я поняла. Хотите честный ответ, господин Церан, от меня на ваш вопрос? Я вам отвечу. Все будет зависеть от того, политический деятель, какой странный я. Геополитический. Это правда? Да, понимаете? Абсолютно точно. Поэтому в этом вопросе финансирования, в том, что они признают... Вы же понимаете, это геополитический факт. Конечно. Конечно. Если бы здесь не существовало... То есть это все не важно, демократия, геополитика. Нет, не надо передергивать. Демократия важна, потому что если бы не была важна демократия, сюда вышли бы потоки денег, значительно больших. Они идут, нам же говорят, вы не получите денег, если не проведете... Не объясните, почему вы изменили избирательную систему. Вы не получите транш, если не вы... Есть 28 условий. А 29 условия – это разберитесь с избирательной системой. Они не дают деньги просто так. Они дадут деньги кондиционированные. А вы совершенно правы. Геополитические факты играют важнейшую роль. А кто отменил геополитическое противостояние? Его никто никогда не отменял. Это у нас есть, так сказать, ребята с такими... Которые пытаются строить политику в Республике Молдовы, исходя из принципа этого кота Леопольда, да? Да, давайте жить дружно. Так не бывает. Молдова находится на стыке, на слиянии двух геополитических... Это мы усвоили. И Молдове придется выбирать. И если кто-то думает, что можно жить по принципу этого теленка, который сосед двух матерей, так не бывает. Но есть еще один принцип. Давайте, не знаю, отвечать по очереди, если можно более кратко. Про теленку слышу, но я знаю так еще. Сукин сын, но свой Сукин сын, да? Есть тоже такой принцип. Эрнест, как вы считаете? Это принцип любого сообщества, Людмила, извини. Это принцип любого сообщества. Если мы в СНГ, и мы плохой член СНГ, нас кто-то выкидывает оттуда, разве не остаются эти принципы? Потому что кому-то или центру этого СНГ интересно, чтобы мы были там, то они оставят нас в покое. А возьмите более сложный и лучший союз, Советский союз. Молдова что, была отличным членом? Вспомните, после 46-го года. Политологи не дадут соврать, Советский союз у нас даже тоталитаризмом, тоталитарным называли в СНГ. По госплану, по разнарядке, все равно поступали, независимо от ошибок. То есть, если ты попал в какой-то конгломерация, дружество, то ты уже, тебя будут, как бы, если не лилеет, то все равно по общим правилам не дадут удоверить. Воспитывать, да. Что бы они сделали, да? Абсолютно. Миллиард украли. Вот, Эрнест, абсолютно. Абсолютно, да? То есть, вот господин Саран, например, считает, что есть какие-то рамки, да? Люда, сколько миллиардов украл Соросу в Великобритании, ты знаешь? Он жив. Он жив. Да. Да, и я даже отличный член. Не могу никого обвинять. Друг господин Сорос подастся на меня, поэтому не стану. Господин Варданя. Вот это еще одна причина, почему я устал говорить банальности, потому что я вообще устал от молдавской политики. Ну, то, что говорят вот коллеги, ну, абсолютно правда, мне даже нечего добавить, и даже поспорить не хочется. Все абсолютная правда. Да, с одной стороны, мы имеем массу наших проблем, за которых в приличном обществе по рукам надавали, но, с другой стороны, да, мы не члены Евросоюза, но мы по-прежнему толпимся в этом предбаннике, и вроде нас считают почти за своих, но не свои, и говорят, лучше вы тут сидите, знаете, вам с барского стола, вы тут сидите тихо, и сильно не деритесь, и главное, вон туда не смотрите. Ну да, вот, самое главное. Все правда, я же говорю, все банально до ужаса, настолько все... Поняла, Энеш. А Пастерила говорит такие вещи уже. А почему так трагично? Это не жизнь. А мне... Господин Варданя, мне кажется очень... Так везде почти что, да. Ну, нет, я не могу сказать, что так происходит. Не, ну если везде не было бы рейтинга, которым не лидирует, например, Норвегия. О, Господи, всегда будут еще сто лет вперед будут лидировать везде Соединенные Штаты, Норвегия, Германия. Не, 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 вы плохо смотрели рейтинг. А за акватором будут бедные. Секундочку, Соединенные Штаты в этом рейтинге, я тебе скажу, Соединенные Штаты в этом рейтинге, они в группе несовершенных демократий. Кто? Соединенные Штаты. Соединенные Штаты в этом рейтинге, это более высокие источники. Поэтому давайте, нет, я сейчас говорю, что рейтинг занимающих... они согласны с этим? Ну, я не знаю, думаю, нет. Ну, вот. Я знаю даже фразу, у вас нет демократии, мы идем к вам, да. Господин Мишин, вы знаете, так хорошо... Посекундочку, я вот просто, чтобы не забыла одну мысль. Понимаете как? Я, в принципе, согласна с очень многим, что вы говорите вы сейчас. Но мне кажется, самое вот, не знаю, обидное, что ли, во всей этой ситуации, что когда мы начинали думать о том, куда мы пойдем, да, на Запад или на Восток, у нас же стояла эта дилемма. Знаете, что говорили вначале? Говорили, ну, Россия, Россия это экономика, с Россией надо торгать, хорошо, но ведь Европа, это принципы и ценности, мы должны научиться с этим демократическим ценностям. А у нас все год от года все хуже, 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 и уже не то, что нет демократических ценностей. Я сейчас вам могу доказать политологам, что у нас есть признаки авторитаризма. Но сделают очень хуже. Хуже, Лёд, ты ошибаешься, не хуже. Ну, нормально. Не только я, к сожалению, так считаю. Ну, поскольку, я вам скажу так, все говорят, что вот мы в предваннике, мы вот скоро будем в Евросоюзе, хотя... Я этого не сказал, моя мысль была в другом. Нет, нет, нет. Я не вас... Вы столько не туда не смотрели. Сидите здесь. Я в другом скажу. Сегодня буквально объявили план, кто вступит в Евросоюз в 2025 году. Что-то там не было заметно ни Грузии, ни Украины, ни Молгоголы. То есть уже до 2005 года мы можем не мечтать об этом. Это официальное заявление Евросоюзу. Это Евросоюз заявил. Лянка сказала одну замечательную фразу, я сейчас его процитирую. Поэтому мечтать о том, что мы попадем в Евросоюз это несбыточная мечта. Но здесь нет противоречия между тем, что сказал Лянк и то, что... Только после Турции мы туда попадем. Знаете, как это обещали? Это уже выткин Георгиев. Я не переберываю, я смотрю реально на вещи. Потому что, извините, секунду, имплементация европейских ценностей, которая происходит сегодня в Республике Молдова на уровне. Прибежали за ночь, состряпали закон, на следующее утро противоречия всем нормативным актам. Приняли его, лишь бы отчитаться перед Европой. Можно я вас спрошу о чем-то? Скажите, а европейские ценности вообще существуют? По нашему парламентскому большинству. Нет, нет, я не говорю о нашем парламентскому. Я вообще говорю. Я считаю, что европейских ценностей вообще как таковых нет. Есть определенные... не существует германских автобанов, не существует... Вы сейчас приводите европейских городов. Вы говорите сегодня... Я вообще говорил и материальных в том числе. Вы говорите об отдельных странах. Какой отдельный странах? Золотой миллиард. Вам неизвестна эта концепция? Неизвестна эта концепция, как она применила как Республику Молдова. Как можно взять нормативную базу Европейского Союза и, не пересмотрев внутренность, ментальность, не спросив народ, имплементировать и заставлять жить всех людей по этой нормативной базе. Если даже при условии, что она противоречит Конституции как основному закону и многим другим нормативным актам. Нельзя слепо брать, лишь бы выполнить пунктик и поставить галочку, что мы выполнили это. Вот в чем вопрос. Потому что мы бежим, мы берем у Великобритании какой-то образ. Извините, Великобритания это общее право, а мы живем по римскому праву. Это две разные правовые системы. Да если мы сейчас начнем сводить... Нет, мы не сводим, мы говорим о том, что нужно применять. Поняла. Там интересные европейские ценности, вот я отвечу господину Цирану, я думаю, что, я подумал, вернее, что господин Циран имеет в первую очередь моральные, те самые духовные базовые, ценности. Я, например, сразу подумала, свободы, да? Свободы слова, свободы передвижения, свободы местожительства. Я для зрителей сейчас... Все подлинные европейские ценности, как ни странно, сконцентрированы в американской конституции, потому что американцы взяли за основу идеи античных философов, философов эпохи просвещения, гуманистов их эпохи и так далее. Вот они там собраны, вот возьмите, просто почитайте. А если вы говорите, господин Циран, о материальных ценностях, это прямое произ... Это олицетворение, материализация всего того, что было заложено в идеях гуманистов, просветителей и так далее. Автобаны не потому, что вот немцам захотелось иметь лучшие в мире дороги, да, к примеру, а потому что автобан, это сокращение издержек, это эффективная экономика, это в конце концов создание максимально комфортных условий для людей, которые работают и так далее. Я сейчас не хочу вдаваться вот этим вот деталям, но ход мысли одно понятен. Вы полностью со мной согласны? То, что вы сказали про автобан, это просто нас, вот как у Маркса была базис и надстройка. Базис – это духовные идеи гуманистов, просветителей. Надстройка – это вся процветающая, ну, когда-то процветав, сейчас у них тоже проблема, процветающая материальная Европа. Мы не можем спорить или говорить о том, как это получилось, откуда это вышло. Ведь перед нашим политическим классом, перед тем, что называется элитой этой страны, стоит задача – привести эту страну туда, где этой стране и этому народу было бы хорошо. Отлично. Что мешает? Давайте я просто сдаю. А кто предстал перед ними эту цель? Ну, Сергей, ну, допустим, народ, к примеру, кто нам мешает привести? Нет, можно я поставлю вопрос? Три миллиона, как ты сказал. Несчастная страна, три миллиона человек. Ну, не Турция живет 80 миллионов. Я вам скажу. Не Турция живет 80 миллионов. Три миллиона, кто нам мешает? Я с уважением хочу вам сказать одну вещь. Вот вы сказали, что цель привести нас к благополучию, там, ко всему. Вы знаете, у меня есть сомнения в самой формулировке того, что правящий класс на сегодняшний день, уж простите, это мое личное мнение. Людмила, давайте даже поверим. Это мое личное мнение. Давайте поверим. Что у вас сказали? Давайте поверим. Только что сказал господин Варданян. Значит, я спорю с господином Варданян. Что это сказал гуманисты 18 века. Они хотели, чтобы все так жили. Хорошо. Будет реплика. Нет, вопрос мой другой. Вопрос мой другой. Допустим, народ захотел в Европу. Допустим, власть тоже захотела. А кто нам? Я говорю, допустим. Вот сразу видно, что юрист начинает копать. Не надо. Мы формируем задачу. Допустим, власть не против. Что мешает господин Варданян привести эту страну в Европу? Давайте порассуждаем. Извините, Людмила, что я отнимаю ваш хлеб. Но это же фундаментально. Вы продолжили порассуждать. А у меня жестче насчет порассуждать. Так хочу порассуждать. Одну другую тему, которая относится к сегодняшней нашей программе. Вы знаете, я вот смотрю, и вот действительно падение там, падение там, падение там. И задумываюсь над одним очень важным вопросом. Вообще это предел? Или у нас уже есть некие признаки, задавая себе вопрос, тоталитаризм. А снизу постучали, как в интернете пишут. Понимаете, да. И тут я порылась, конечно, стала в формулировках и нашла вот один из признаков тоталитарного общества. Это господство одной идеологии. Господин Бзежинский говорил, наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система общества. У нас сейчас идеология евроинтеграции. Если верить Бзежинскому, у нас есть задава... Но они являются давлеющей. Но они хитро постучили. Откуда вы его взяли? Авторы законопроекта Вы работаете на телевидении, концепция. Американская идеология? Своего рода, да. И что, это тоталитарная страна? И это тоталитарная страна? Но там нет господства постоянного одной партии. У них, как вы знаете, изменяемость. И выборы немножко демократичнее проходят. Осторожнее с партиями и с идеологиями. Потому что, да, сегодня есть демократическая партия, она в политическом плате давлеет и прочее, прочее. Но есть надежда, что на следующих выборах это может измениться. Потому что Республика Молдова, в отличие от многих других государств Евразийского союза, долгое время была электоральной демократией. И эти возможности еще сохраняются. Можно я поспорю с вами же, вашими же словами? Вы можете поспорить. Вы два дня назад сказали в интервью Ньюсмейкеру, вы сказали, что как раз в этих условиях, которые сейчас, ну, гибридная демократия, возможность сменяемости власти оппозиции, вы считаете, что она крайне мала. Да, я так и правда сказал. Вот это важно. Что вот переход наш из несовершенной демократии в стадию гибридной демократии говорит о том, что понижается шанс демократической смены власти. Это правда. Но я не говорил о том, что это совершенно исчезло. Кстати, Людмила, уж кого-кого меня нельзя подозревать в том, что я симпатизирую нынешней власти. Проблема заключается совершенно в другом. И я скорее хотел бы вернуться к тому, что, о чем говорил Господь Вартанян, а почему мы находимся в таком плачевном состоянии? А с моей точки зрения очень просто. Наша история не самая благоприятная, это, так сказать, почва для старта в Европейский Союз и к европейским ценностям. Вы посмотрите, что произошло на территории Советского Союза за исключением, за скобки вы видите, балтийские страны. Хотя там говорят, что вот они в таком положении, сложном, их закабалила Европа. Придите им, скажите, давайте вернемся обратно или вступим в Европейский Союз. Я с вами не соглашусь, господи Вартанян. Я прошу прощения, я только хочу сказать, что у нас 5 минут остается. И я хотела бы, чтобы вы сейчас все сказали, как вы считаете, это предел нашего падения? Либо, может быть, как вы говорите, постучали еще снизу. Вот кто, как мы движемся, какие реформы, что у нас происходит в стране, если можно. Не очень долго, хорошо? Я очень надеюсь, очень хочу ошибиться, но подозреваю, что может быть еще хуже, потому что действительно еще не уничтожено до конца остатки демократических институтов, которые существуют в стране. И то, что в этом году Молдове будет происходить, я пока не вижу здесь ничего хорошего. Спасибо. Господин Мишин. Ну, я думаю, что при условии, если не одумается парламентское божество и будет двигаться в том направлении, в котором оно двигается сейчас, и не вернется все-таки на рельсы создание хотя бы немножко правового государства, то наши рейтинги будут падать вниз. Демократические показатели. Да, демократические, вот эти рейтинги демократических показателей будут падать резко вниз и очень сильно. И чем нам это грозит после авторитаризма? Это что получается? Квалификация? Нет, я думаю, что это будет просто передача внешнего управления государства, что это потихонечку уже начинают делать. И первый шаг, это вот это введение евроинтеграции в Конституцию, это передача часть полномочий, управления данным государством, иным государством. Поняла, спасибо. Господин Мишин, минутка. Я думаю, что еще не вечер, может быть как хуже, так и лучше. Может быть хуже. Да, я не думаю, что... А что может быть хуже, господин Сарамов? Ну, может установиться авторитарный режим. Авторитарный режим, при котором народовластия перестанет функционировать как общественное явление. Будет один человек или несколько человек, которые будут решать все. При этом нам постоянно будет на воле вне политической риторики говориться, что мы демократическая страна, что все окей, все соблюдается, но в реальности этого не будет. Но есть шансы, что мы выберемся. Я не думаю, что при нынешнем парламентском большинстве, господин Мишин, возможно, значительное улучшение ситуации в Союзе. Перед выборами. Так я сказал, поэтому я в это не верю. Наш шанс — это выборы 2018 года. И это тот самый шанс, когда народ имеет возможность сказать громко о своих интересах. И не только сказать, но и защитить. Если мы будем способны, господин Вартанян, тогда по всей видимости мы сможем повернуть нашу историю. А нет, будем катиться туда. Господин Вриницев. Важно, что говорят про нас извне, но важнее, как мы сами себя оцениваем. Я думаю, это главное. Я не думаю, что возможен возврат к тоталитарному режиму. Потому что даже если правительство или другие институты власти ведут себя, как ведут, все равно свободы остаются, свобода передвижения, границы открыты, и при таких свободах авторитаризм невозможен. И я думаю, что... Не я думаю, но демократия наступает при определенном количестве духовных и материальных ценностей, и не иначе. Поэтому нужно думать о развитии экономики, о развитии страны. Это главнее, чем пустые разговоры о... Да, я благодарю вас. Наше время вышло, мы немного перебрали, но мне кажется, что разговор получился интересным. По крайней мере, он был содержательным, и мы для наших зрителей поработали и рассказали им то, что мы думаем, на самые важные темы. Спасибо вам большое. И могу сказать, что приходите к нам, конечно же, еще, будем еще с вами обсуждать. Я напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей, а сразу после мы уже продолжим. В эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет эксклюзив с политическим и общественным деятелем Николаем Стариковым, а затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек недели». Но самое главное – вы. И только вы путем зрительского голосования выберете того, кто достоин звания «Человек месяца». Это «Полюс», где мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая «Люди». Настало время эксклюзива. Сегодня я предлагаю вашему вниманию интервью с известным российским политическим и общественным деятелем Николаем Стариковым. Говорили, конечно, о молдороссийских отношениях. Итак, эксклюзивные люди в эксклюзивном интервью. Добрый вечер, Николай Викторович. Спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Вот совсем недавно Госдума приняла постановление по Молдове. У нас сейчас зарегистрирован ответный документ молдавского парламента. Вот в нем есть фраза о вмешательстве России во внутренние дела Молдовы. Как вы можете это прокомментировать? Для меня совершенно очевидно, что определенные политические силы сознательно, постоянно стараются ухудшить отношения между Молдовой и Россией. Эти силы, на мой взгляд, вообще ставят перед собой цель ликвидации молдавской государственности. Потому что только этим можно объяснить настойчивое желание испортить отношения со своим восточным соседом и, что самое главное, рынком сбыта замечательной молдавской продукции. Я очень надеюсь, что молдавские патриоты на грядущих парламентских выборах подвинут этих недальновидных господ из молдавского парламента, уберут их из правительства. И после этого отношения между Москвой и Кишиневым наконец-то станут такими, какими они должны быть. Теплыми, дружественными и постоянно улучшающимися. Значит, вы уверены, что ситуацию спасут только парламентские выборы? Ведь вот раньше вы, например, говорили, что верите в потенциал президента Игоря Дадона и партии социалистов. Ну, конечно. Если сегодня политический курс молдавского государства определяют те силы, которые, собственно говоря, хотели бы ликвидации молдавского государства, хотели бы уничтожение молдавской государственности и вхождение Молдавии в состав Румынии, то, конечно, о каких-то хороших отношениях, о самостоятельной политике нужно забыть. Я абсолютно убежден, что в результате парламентских выборов власти в полной мере придет партия социалистов Республики Молдовы, а дальше, ну, возможно, будет какая-то реформа, и Игорь Николаевич Дадон в качестве президента получит совершенно иные полномочия для того, чтобы руководить государство. Николай Викторович, вот Госдума в этом постановлении рекомендовала пересмотреть вплоть до разрыва контракта с российским Первым каналом. Вот это можно считать уже решенным вопросом. Вот проясните, пожалуйста, ситуацию для наших телезрителей. Речь идет о том, что сегодня в Молдове те, кто ретранслирует государственные каналы России, поступают очень хитрым образом. То есть, весь контент, фильмы, программы, они остаются. А что касается новостей, туда врезаются выпуски новостей, которые полностью заменяют то, что транслируют каналы. Ну, получается, знаете, как в известной сказке, вершки и корешки. Речь, на мой взгляд, должна идти вот о чем. Если вы транслируете Первый канал или телеканал Россия, то вы не должны заменять новости. Это канал российский и, соответственно, российские новости должны показывать. То есть, вы либо показываете весь канал, либо не показываете ничего, и уж тогда, если вы хотите определенную информационную точку зрения в эфир подавать, ну, тогда уж будьте добры и фильмы, и программы самостоятельно создавать. Мне кажется, что именно такая позиция должна быть у России, у российской страны. И я очень рад, что эта позиция начинает отстаиваться в личном информационном пространстве. Еще вопрос очень важный для меня. Различают ли в России позицию правящей коалиции и позицию простого народа Молдовы? Конечно же, конечно же, различают, потому что для нас совершенно очевидно, что народ Молдовы трудолюбивый, он добрый, он всегда настроен на добрососедские отношения с народами России, с русскими. Ну, а что касается политиканов, которые называют себя румынами или имеют в кармане запасной румынский паспорт, ну, такие политиканы уйдут. Знаете, как когда-то сказал товарищ Сталин, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Так что никакого негатива к Молдове, к Молдаванам в России не было и быть не может. Николай Викторович, я благодарю вас за то, что вы дали интервью программе Полюс. Спасибо. Молодороссийские отношения, конечно, еще не раз будут в центре нашего внимания. В условиях запрета российских информационных и аналитических программ, это станет возможностью услышать точку зрения самих россиян. Ну, а наш программ продолжается. Илья Киселев уже в студии и готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимаю эстафету. Спасибо, Людмила. Сегодня впервые с вашей помощью, дорогие друзья, мы выберем Человека-месяца. Давайте вспомним тех, кто стал нашими героями в январе, а затем вы выберете Человека-месяца, позвонив по одному из номеров телефонов, которые указаны на ваших экранах. Итак, мы начинаем голосование. Звоните прямо сейчас. Мне бы хотелось, чтобы наши верующие православные христиане были патриотами этой земли. Не националистами. Националисты это очень плохо. А чтобы был патриотом своей Родины. Даже будучи за рубежом где-то, чтобы он помнил о своих родителях, о своих родственниках, о своих детях. И желательно, чтобы, конечно, как можно больше устроить им рабочие места здесь, чтобы они приезжали и чтобы наша страна процветала. Мне хочется и как священному служителю это пожелать, и как патриоту, скажем, этой земли. Для них эта земля должна быть дорогой. Эту непогоду мы ждали, следили за метеосводками, ждали снег. Я фотографирую Молдову, и последние года в Молдове снег это довольно-таки редкость. То есть мы этот снег ждали. И как только утром я увидел, что все заснежено, я понял, что нужно сесть в машину, поехать по Молдове и словить красивые кадры. Видео, появившееся на прошлой неделе в социальной сети, на котором Максим Чумаш помогает водителям на заснеженной дороге, стало одним из лидеров по просмотрам, перепостам и одобрениям зрителей. И неспроста. Далеко не каждый из нас способен на то, что сделал Максим. Не жалея ни себя, ни свой джип, заниматься буксировкой попавших в заносы микроавтобусов, автомобилей и даже грузовых фур. Ну, как не помочь людям, если ты располагаешь, у тебя хорошая машина, тебе это ничего не стоит. Как не помочь людям? Это же просто легко взять, дернуть. Надо начинать с нас самих. То есть если каждый человек будет что-то менять, поменяется и стране, и общество станет лучше и добрее, к чему надо стремиться наверх. Ну, приятно, приятно. Надо делать добро, добро возвращается добром. Открывается занавес, что на сцене? Как они сидят? Пожалуйста, разместите. Здесь. Так, теперь Оля и Марьяна, да? Вот, посмотрите со стороны, что делают остальные, хорошо? Сережа, фонограмму. Русский драматический театр имени Антона Павловича Чехова одно из самых посещаемых мест Кишинева в выходные дни. И во многом это происходит благодаря тем спектаклям, которые поставил на сцене театр режиссер Иосиф Шац, который служит в нем уже почти 30 лет. В театральных кругах Иосиф Шац известен в первую очередь как режиссер, который последовательно занимается постановкой пьес так называемого классического репертуара «Три сестры», «Вишневый сад», Король Лир. Любите искусство, изучайте искусство и приходите в театр. Мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью гроссмейстера Виарела Балагана программе «Полюс». Гроссмейстер Виарел Балаган родился в Кишиневе в семье специалиста по информатике и учительницы испанского языка. Виарел научился играть в шахматы у своего отца в возрасте 7 лет, но заниматься шахматами начал довольно поздно, почти в 10 лет. Уже в 13-летнем возрасте Виарел Балаган выполнил норматив кандидата в мастера спорта. С 1986 года его наставником стал молдавский шахматист Вячеслав Чабаненко. Параллельно с занятиями шахматами Виарел Балаган окончил школу с углубленным изучением испанского языка. После этого Виарел Балаган закончил Российскую Государственную Академию физической культуры, где впоследствии защитил кандидатскую диссертацию. В это же время Балаган начал заниматься шахматами с известным шахматным тренером Марком Дворецким. Первым значительным достижением в шахматной карьере Балагана было первое место, которое он разделил с Борисом Гельфандом и Алексеем Шировым на молодежных играх СССР 1989 года. В 1990 году Балаган стал международным мастером, а уже в октябре 1991 года на конгрессе Международной шахматной федерации ФИДЕ ему было присвоено звание гроссмейстера. В числе наивысших достижений гроссмейстера Виарела Балагана победа на престижнейших шахматных турнирах в Минске, Пекине, Буэнос-Айресе, супертурнире в Дортмунде, где он опередил таких шахматных корифеев, как Владимир Крамник, Бешванатан Анант, Петер Леку. На целом ряде турниров наш соотечественник Виарел Балаган делил первые места с Анатолием Карповым, Найджелом Шортом и Юдит Полгар, достигнув высокого 18-го места в рейтинге ФИДЕ. Виарел Балаган постоянно играет на первой доске за команду Молдовы на шахматных олимпиадах в Маниле, Москве, Ереване и Листе. В последние годы гроссмейстер Виарел Балаган работал тренером сборной Катара по шахматам. Виарел Балаган Республика Молдова! Мир современного спорта не ограничивается олимпийским девизом «быстрее, выше, сильнее». Он включает в себя такое, без сомнения, высокоинтеллектуальное состязание, как шахматы. И очень приятно, что именно в этом виде спорта наша страна славится такими гроссмейстерами, как Виарел Балаган. На минувшей неделе он принял решение возобновить карьеру профессионального шахматиста. Знакомьтесь, человек недели на Акчен ТВ гроссмейстер Виарел Балаган. Господин Балаган, современные дети сталкиваются со многими вещами, от которых старшее поколение, мы взрослые, хотели бы их оградить. Вот на Ваш взгляд, способны ли сегодня шахматы составить конкуренцию тем играм, в первую очередь компьютерным, которыми так увлекаются дети и молодежь? Ну, это, конечно, сейчас всем родителям. У меня вот тоже, сын 9 лет, в другом 4 месяца. Естественно, я этим тоже озабочен. Я тоже как бы думаю, как-то сминимизировать, потому что полностью оградить, конечно, невозможно. И более того, это будущее наших детей, это вверх технологий. Поэтому, естественно, они должны уметь обращаться с компьютерами, с компьютерными играми, программами и так далее. Это само собой. То есть полностью их изолировать не надо. Но при этом, конечно же, вводить это в какую-то манию и зависимость зачастую мы видим. То есть, честно говоря, я не верил на одного ребенка, который вот и просто вот если ему оставить его наедине с этими играми, с компьютерами и так далее, чтобы он не стал зависимым. То есть, если просто не корректировать взрослым, то в огневорота идет зависимость и там даже известный трагический случай подойдите там по несколько дней там поделиться онлайн в играх и так далее. Поэтому шахмат с этой точки зрения, они совершенно другого характера построены. По другому принципу построены нежели компьютерные игры. Они построены по принципу, что надо в первую очередь думать самому, анализировать, критически думать, принимать решения и быть ответственным за эти решения. А там нет такого, как в большинстве компьютерных игр, когда тебе легко все поддается, ты там набираешь золото, бонусы, убиваешь кого-то там, легко расстреливаешь всех. То есть, там эти же компьютерные игры как раз педалируют эти все чувства человека, желание стать богатым, сильным, победителем и так далее. И они как бы подыгрывают им. В шахматах тебе никто не подыгрывает. Там очень объективная реальность. Там если ты сделал ошибку, ты наказан за нее сразу с одной стороны. Но с другой стороны шахматы это игра очень творческая, интересная. И детям реально в нее интересно играть. И они одновременно учат именно какой-то объективной мысли, чтобы принимать решения, быть ответственным за эти решения. И с этой точки зрения у шахмат большой потенциал, который даже на данный момент реализуется. Я по своему сыну вижу, сейчас я его поведу на турнир. Ему честно говоря не очень нравится играть в шахматы, но он со мной сотрудничает по этому поводу, потому что он понимает, что он хочет быть умным, сильным и красивым в реальной жизни, а не в компьютерной игре. Скажите, пожалуйста, какие шахматные партии, которые вы сыграли за вашу профессиональную карьеру, больше всего вам запомнились? И почему? Безусловно, есть такие партии у каждого шахматиста и естественно это самые какие-то яркие моменты жизни. В детстве, когда я выиграл свою первую турнирную партию, еще играя за школу, за 57-ую школу еще учился в ней, как я возвращался домой, даже не домой, а в школу с этой победой, это такое яркое воспоминание. Потом, когда я выиграл на детском турнире в Латвии, шикарную комбинацию провел, это было опубликовано в советской печати, естественно мне это было очень приятно, и другая партия с Анандом, когда я на турнире в Дортмунге, удалось такого, даже когда он сдался, я не мог поверить, что он сдался, и турнир выиграть в том числе, так что тоже яркие воспоминания. Сейчас совсем недавно я показывал на лекции, которая была в прошлую пятницу в Чешеневе, свою партию с Синдусом одним, очень красивая жертва, там одна из красивейших комбинаций, которые я провел. Есть, да, несколько таких партий, которые вы сразу могут вспомнить, и приятными такими воспоминаниями связаны. Хочу задать вам вопрос больше как шахматному тренеру, чем как игроку. Что, на ваш взгляд, важнее для подготовки сильных шахматистов? Массовость или особое внимание, уделяемое наиболее талантливым и перспективным игрокам? Ну, естественно, должно быть, как обычно, разумное сочетание. Например, я пришел в шахматы на волне как раз массовости, скажем так, массовый подход, когда шахмат не всего больше, с помощью в первую очередь, когда-то скрипченко, многолетнего руководителя нашей шахматной жизни. Вот тогда, в 81-м году он был шахматный всеобыч в Молдавии. Я помню, как приходили в рамках этого всеобыча к нам в школу С7-е, опять же, школу тренера, Каневский приходил к нам. Потом я попал в шахматную секцию, и вот за счет этой массовости там хорошо тогда черпанули по школам, по школьникам, и тогда был подъем большой, который в итоге на выходе через сколько лет достаточно быстро, скажем, меньше, чем за 10 лет я уже стал гроссмейстером. То есть, это один подход, но, естественно, это должно быть поддержано, массовый подход должен быть поддержан точной работой. На моем случае, конечно, был тренер Вячеслав Андреевич Чебаненко. В современных реалиях у нас в Молдавии очень хороший тренер есть Дмитрий Светушкин. Я надеюсь, что он поправит свое здоровье и вернется в строй. То есть, он работает сейчас с нашими молодыми талантами. Вот эта точечная работа, которую, говорите, она обязательно, обязательно, потому что все-таки вот это мастерство, высшее мастерство, оно должно передаваться из уст в узко, то есть, не такого, как бы, распылил и в составе умного. То есть, это уже от ученика, от учителя к ученику идет знание. А как вы считаете, появление компьютеров, играющих в шахматы, способствовало развитию этой игры или это, не знаю, тупиковая ветвь, которая представляет собой исключительно коммерческий интерес? Я бы сказал здесь немножко другое. Да, были опасения, что вот это все сильные компьютеры убьют интерес у людей, потому что, ну, что там сражаться железяка, она сейчас меня, любого приличного гроссмейстера, даже чемпиона мира легко обыграет. Но это все-таки осталось как-то за кадром, потому что люди продолжают соревноваться между собой, им интересно соревноваться между собой, но чисто технически новые технологии расширили возможности как преподавания шахмат, так и игры шахмат, то есть расширили возможность шахмат значительный, потому что сейчас мы говорим с вами по скайпу, но вместо этого интервью мы могли бы спокойно, либо вы мне могли бы дать урок, либо я вам, в зависимости от пожеланий. и вот эти формы обучения, формы общения в шахматах, даже онлайн-турниры, то есть интернет, электронные технологии, цифровые технологии, они резко расширили возможности шахмат, шахматы единственный вид спорта, который в реальных условиях можно проводить соревнования по интернету, причем абсолютно официальные, даже всегда учреждают какие-то титулы, но рейтинги точно есть и в этом плане конечно шахматы резко прогрессировали именно как популярный вид спорта. Ну и напоследок я хотел бы вас спросить, какими вам представляются перспективы развития шахмат в Молдове? Вы знаете, конечно, шахматы сейчас не приоритет в Молдове, и спорт не приоритет в Молдове, и вот многие уезжают и так далее, и так далее. То есть Молдове сталкивается с большим кадровым дефицитом, с большим финансовым дефицитом, но тем не менее, слава богу, у нас сильная федерация, у нас сильный президент как федерации, так и республики, который у нас хороший календарный план, у нас намечены в этом году сразу два международных мероприятия, поэтому чисто с точки зрения официальной позиции у нас слава богу, все хорошо, федерация развивается, Игорь Николаевич помогает лично участвует во многих проектах. Параллельно у нас, вот я говорил, что Дима Светочкин занимается с юниорами, что тоже дает очень хороший стимул развитию шахмат, и вот я сейчас приезжал, сидели с коллегами, будем возобновлять более системные подходы по расширению шахмата в школе, внедрению в Молдавии, даже просто обучению начинающих, именно в рамках Академии шахмат-балакан, которые мы уже несколько проектов провели и в сотрудничестве с федерацией шахмат-молдовы мы будем дальше в этом направлении работать. Поэтому перспективу вижу хорошие, не обещаю сразу каких-то суперрезультатов, но будем параллельно и массовым курсам идти, и точечными поддержкой и талантов, которых у нас, слава Богу, хватает. Там есть и Андрей Маковей, и Илья Мартинович, и Иванский Цко, и Никита Морозов, вот эти четыре бравых молодца, они сейчас, это будущее шахмат-молдовы. Большое вам спасибо за то, что вы согласились дать нам интервью. Ну и я хочу пожелать вам успехов. Вы один раз уже возобновляли свою карьеру шахматного игрока. Я хочу пожелать, чтобы в этот раз это произошло так же удачно, как и в прошлом. Да, большое спасибо за интервью, за указанный интерес и за пожелания. Я постараюсь в какой-то мере это оправдать. Буду готовиться к следующему турниру Аэрофлоту Опану. Ровно сколько там лет назад, 15 лет назад мне удался этот прыжок именно за счет Аэрофлота Дортмада и Дарри со всеми остановками. Сейчас я пытаюсь повторить успех 15-летний недавно. Спасибо большое. Будем ждать и будем болеть за вас. Спасибо большое. До свидания. Время подвести итоги телефонного голосования. После подсчета подступивших телефонных звонков человеком месяца в январе становится митрополит Кишиневский в Сея Молдовы Владимир, за которого проголосовали 73 телезрителя. Мы поздравляем его святейшество. Таким образом он становится номинантом на звание Человек-года, которого мы определим в декабре среди обладателей звания Человек-месяца. До встречи через неделю. Спасибо, Илья. Ну а мы продолжаем нашу программу. Настало время узнать, что думает страна. Не политики, политологи, комментаторы и аналитики. Самое важное, что думают простые люди. Мы спросили их о важном. Можно ли считать Молдову демократическим государством? Признаюсь, картина меня лично совсем не обрадовала. И так говори, страна. Илья. 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 Если кому-то это выгодно у нас в правительстве, то это демократия. Если кому-то не выгодно, то это у нас уже не демократия. С народом мало советуются. Референдум не проводят, не спрашивают. Решают все сами втихаря. Демократия предупреждает что кто-то имеет правительство селега. И, думаю, не дает идею что мы можем селегить, но мы не можем. Я, допустим, здесь мало живу, но я слушаю новости о том, что запрещают каналы или еще там что-то. Это же ненормально. Я вообще считаю, что если демократическая страна, должно быть всем хорошо. И русским, и молдаванам, и евреям. Но здесь я не считаю что здесь все хорошо. Я уехала отсюда, работать в другую страну, потому что здесь заработки, но вы сами знаете. Дупа парерия моя, тоти, в генерал, легили, и то, что все сфакет на нас, сфакет не только для народа, но только для гувернания. Демократия, чтобы у нас просто чтатан с адресом в 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 жестыцей, нари, нари, нари рост, нари сенс, а вот это и ну, с вашими демократиками, моя лестница, жестыцей. Здесь имеют власть те, у которых много денег, вот и все, те, которые сидят там наверху, а вы посмотрите сколько вокруг нищих, у меня мама получает тысячу леев, представьте себе, я когда в Германии кому-то говорю, они просто смеются, они не верят. Правящие делают что хотят, заключают договора президента, освобождают, принимают какие-то решения и так далее. Лумя в стране, в мире в целом, видят что многие институты не собираются, не собираются, не собираются, даже эта justiция не собираются. Мы ждем скидки в стране. Вы смотрели программу Полюс «Политика, люди, страна». Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей, а те, кто были и так хорошо знакомы. Возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю, но только для того, чтобы вновь встретиться на Полюсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова